В седьмой школе ремонта не было 25 лет. За это время канализации и санузлы пришли в негодность, говорят специалисты. В этом году в туалетах установили новую сантехнику и заменили трубы. До этого у нас, конечно, была старая сантехника, трубы, которые вызывали очень много проблем. В этом году, как вы видите, у нас полностью изменилась обстановка и ремонт стен, потолка, пола. Еще, как вы видите, осталось нам снова поставить перегородки и ремонт туалетов будет завершен. В рамках косметического ремонта покрасили холм на первом, третьем и четвертом этаже. По словам руководства школы, осталось совсем немного – провести в порядок кабинеты и вымыть стены. В этом году преобразилась и территория вокруг учебного заведения. Эти клумбы школьники вместе с родителями и учителями разбили своими руками еще в мае. Сейчас за ними ухаживают педагоги, однако это не так просто, говорят они. Школа – как проходной двор. Ограждение уже давно не выполняет своей функции. В заборе появились дыры, а некоторые секции вообще отсутствуют. Педагоги надеются, что в следующем году здесь появится новое ограждение. Дети и их родители жаловались и на эту дорожку. Тротуарная плитка давно просела и во время сильного дождя здесь скапливались грязь и лужи. Но в ближайшее время здесь появится новое асфальтовое покрытие. Работы начнутся уже завтра. А в детском саду номер 12 все работы выполнили еще в середине июля. На полтора месяца садик пришлось закрыть. По предписанию Роспотребнадзора нужно было нам закрыть мойки. Они были просто открыты. В рамках целевой программы укрепления материально-технической базы учреждения были выделены деньги, средства. И вот отремонтировали группу, зашили мойку, поставили окна. Также у нас на первом и на втором этаже в двух группах спальнях заменены окна, также на стеклопакеты. И сделан ремонт еще в туалете. И здесь в стороне не остались родители. На детской площадке они установили кораблик, построили новую песочницу. По словам педагогов, на благоустройство территории выделяют недостаточно средств, поэтому родители помогают как могут. Тем временем только на ремонт зданий в этом году потратили почти 20 миллионов рублей. В прошлом году на это из городской казны выделили 47 миллионов рублей, 38 из которых были потрачены на открытие новых групп в детских садах. В этом году средства решили распределить между всеми образовательными учреждениями. В соответствии с ведомственной целевой программой укрепления материально-технической базы образовательных учреждений обеспечения безопасности на 2016 год утверждена сумма из городского бюджета более 34 миллионов, чуть более. Это на проведение текущих ремонтов по предписаниям, в первую очередь, Роспотребнадзора и на приобретение мебели и торгово-технологического оборудования для наших детских садов и школ. Кроме текущих ремонтов продолжаются ремонты капитальные. Сейчас приводят в порядок кровлю в 20-й и 28-й школе. Этим занимаются сотрудники УКСИР. Завершить все работы должны к началу учебного года. Татьяна Жданова, Виталий Присмотров, Новости. Продолжение следует...